Нижний ваш предел 9 миллионов тонн, ну, как я и говорил, со всеми зерновыми, зернобобовыми и рапсом. И рапсом, да. И рапсом, и кукурузой. Да, естественно, и кукуруза. Поэтому 9 миллионов нам надо выходить. Кукуруза хорошая, початок хороший будет сформирован уже сегодня Брестская область. Может, и у вас где-то уже приступают к закладке на силос, кукурузного силоса. Поэтому, если это в каком-то хозяйстве, в каком-то районе выгоднее положить в траншеи, законсервировать кукурузу на силос, значит, надо на силос. Там, где у вас по балансу в районе или в области не хватает зерна, ну, тогда надо сушить зерно кукурузы на то, чтобы кормить скорость. То есть, надо разумно подойти. Никакого давления здесь быть не должно. Люди должны на месте определиться сами с учетом потребностей области. Что на зерно. Хотелось бы побольше получить зерна, чтобы резервы создать. И что-то пойдет на кукурузу, на силос, кукурузный силос. Это будет хороший силос, хороший короб, если его по-настоящему приготовить. Ну, а остальное мы все знаем. У нас останется свекла сахарная, у вас ее немало. У нас останется картошка, у вас ее тоже немало. Урожай хороший, к этому надо готовиться, убирать. Мы сколько по стране планируем собрать картофеля? Более миллиона тонн только у сельскохозяйства. Да, в общественном. В целом около 7 миллионов во всех категориях. 7 миллионов? 6-900 где-то. И только миллион в колхозах-совхозах, скажем так? Да, давно у нас уже 4 миллиона. Но я не думаю, что такой дисбаланс уже. То есть, частники, фермеры собирают картошки значительно больше, чем мы в традиционных колхозах-совхозах. У нас 350 фермерских хозяйств. Почти все они занимаются рассееводством и большая часть картофеля. Посмотрите на уборку соломы. Это очень серьезный сейчас вопрос. По зерновым мы практически колоссовым завершили. Где-то еще процент остался. Это гречка и просто. Ячмень, тритикали, рожь, все это вы убрали. Все собрали, да. И что ты имеешь? Где-то миллион 180 на сегодняшний день уже у нас в закромах. Миллион 180. Ну, еще где-то, наверное, тысяч 10 доберем. Миллион 190 будет. Я заметил, у тебя здесь есть что пахать. Так, говоришь, тут есть одна особенность. Вообще эти земли еще в советские времена, вот мы обсуждали, проводили здесь миллиорацию. И такое серьезное. Много денег уложили и так далее. Но, наверное, глубоко не изучили. Вот, понимаете, каналы есть миллиоративные. У них воды нету, а на поле вода какая-то есть. Значит, надо вернуться к этому вопросу, потому что у меня огромные площади, но они просто... А с другой стороны... Слышу. И правильно он говорит, поле по краям убрали, даже травы, а в центре не могут влезть. Миллиорация должна в этом уже году сделать определенные выводы, чтобы в будущем году как-то тебе помочь в этом. Потому что такая распаханность и хорошие поля, хмызняком некоторые зарастают, это не только миллиорация. Есть поля не только миллиарированные, которые уже подтоплены водой. Большие поля, по 40, по 70 гектар некоторые. На подлете вот пересекаешь границу Минской области с Ивье. Вот посмотри там. От Воложино там где-то. Где-то в районе Воложино и так далее. Надо посмотреть, там много полей, которые... Ну, просто надо культуртехникой занимать. Когда есть план, как когда-то у нас было, из-за него шкуру снимали. Я же помню, хочешь, не хочешь, крутись, вертись, но давай молоко, мясо. Сейчас мы немножко это ослабили и слушаем его там или руководителей хозяйств. Входим в положение, как им тяжело. Входить в положение надо, но есть план выполнять. Мы запланировали на этот год. Пожалуйста, выполните эти показатели. Ну, не нравится вам слово план, советское слово, прогноз. Но этот прогноз железобетонный. Положите это на стол. И все разговоры о рынке.